Граф Бестужев-Рюмкин День с ночью Жену с горничной Даму с собачкой Он постоянно забывал в гостях свои вещи Которые ему с удовольствием возвращали Постепенно горожане привыкли сносить в дом графу любые находки И складывать их на бюро, которое так и назвали бюро находок В доме со временем стало опасно передвигаться И последней каплей стала бочка меда, которая свалилась графу на голову В октябре 17-го грянула революция Оплодотворенная холостым выстрелом авроры В те грозные годы здесь заседал А после заседаний залегал Штаб вооруженного восстания нашего городка Это было сложное время, когда наш народ показал, что он может вынести все Во время борьбы с белыми красные от самогона командиры Сносили сюда главные пролетарские ценности Сало, масло, колбасу, а также яйца из разоренных ими дворянских гнезд Именно тогда в бюро находок появились взятые большевиками телефоны, телеграфы, вокзалы А также захваченные на всякий случай мосты и коронки В первые же дни войны бюро спешно эвакуировали в незаметный поселок Захалуйск Но фашисты его все-таки заметили Дивизия «Полумертвая голова» подошла вплотную к стенам бюро находок Но оказалось, что оборонять его некому, потому что все ушли на фронт В бюро стали нагло хозяйничать оккупанты Проклятые фашисты, известные своей пунктуальностью и педантичностью Решили поставить крест на всех ценных предметах и вывести их за границу Но затесавшемуся среди них популярному советскому шпиону фон Штирлицу Удалось предотвратить гравеж ценой собственной бутылки коньика Прошли годы Наступил голодный 1990-й Подул свежий ветер перемен Поэтому в бюро находок четыре подсвечника И две иконы, как ветром, сдуло И началась яростная борьба между прошлым и будущим Между плохим и хорошим Между старым и новым начальником Безусловно, в этой борьбе кто-то теряет, а кто-то находит Поэтому наше бюро находок будет работать всегда Бюро находок нашего городка 13-10 13-11 Кто придумал эту инвентаризацию проводить? Ой, да На это придется Жизнь положить Вот 13-13 Кто-нибудь спрашивал, забрать хотели? Да нет, никто Мы интересовались, хозяин уже умер Откуда поступил? Из мэрии нашего городка Что он там делал? Да, в очереди на квартиру с 1947 года стоял Вот дурак Нам было взятку дать, сейчас бы стоял в своей квартире Взятку нам было дать 13-13 Можно? Можно Здравствуйте Здравствуйте Здрасте, доктор Эй, я здесь, 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 здесь я Здесь я, здрасте Доктор? Да Я получил открытку Вот, какая из них Открытку Я ничего не могу прочитать Так это не открытка, это повестка Да Да, явиться в рай в военкомат Как это? Ну так это А я ничего не вижу Ни одной буквы Доктор, вот моя карточка Так Это? Нет, нет, вот карточка Ну я, я думаю, что с таким зрением Ни о какой же армии не может быть речи Вот посмотрим, посмотрим Садитесь Посмотрим Как же мы посмотрим? Вот сюда садитесь Так Эй, я здесь, я здесь, я здесь Ко мне, ко мне Ко мне, сюда, обратно, обратно Вот правильный, я тут Ну что ж, будете выслужить или не будете Тут действительно все зависит от вашего зрения Ну что ж, давайте начнем вот отсюда Видите? Нет, не вижу. Не видишь? А, ну хорошо. Ну, а вот это вот вы видите, вот это? Нет, доктор, не вижу. Что, и это не видите? Не вижу. Ну, вот это вот, это вот вы видите, вот это вот, это вы видите, вот это? Сейчас, сейчас, сейчас. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вот это вот вы видите или не видите, вот это вот? Нет, не вижу. Совсем не верите? Совсем, доктор, не вижу. Ну что ж, в армии вы служить действительно не будете. Правда? Правда. Будете служить во флоте. 33-48, бочка-банка селедки, Дема. Вот она, вот. А что написано, живая рыба? Ну, когда писали, она еще живая была. Так, не смешно. Извините. 33-49. Есть. Вот таким, как ты, всегда везет. Почему? Да лови давай, лови. Опа! Бутылку поймал. Слушай, там что-то белеется, а? Что-то есть. Бумажка какая-то. Точно. Может, это записка какая-нибудь? Ну, посмотрим. Почерк такой, явно женский. Ну, читай давай. Всем, всем, всем. А дальше? А все. Дальше только адрес. Его фотография. 92-29. Дети 92-30. Ну, давай, что-то открывай. Ой, ма. Ой, Господи. Что такое? Баба. Отпиленная. Ее, наверное, этот потерял. Который в цирке женщин распиливает. Намучимся мы с ней. А что мы с ней намучаемся? Тут же нижняя половина. Кормить ее не надо. Выгулял три раза в день. И все. 92-30. Есть у нас. Есть. Прошу прощения. Добрый день. Я бы попросил ровно одну минуточку внимания. Тебя это тоже касается, брат. Послушай, а. Просим прощения за очередное беспокойство. Дело в том, что это я и мой родной брат-близнец. Причем младший. Вы понимаете, что только огромное страшное человеческое горе могло изуродовать вот так каждого из нас по-своему. Дело в том, что ровно 25 лет назад мы с моим младшим братиком отстали от цирка, в котором работали наши мама и папа. Говори, брат. Итак, приготовьте, пожалуйста, денежки. Сейчас я покажу вам уникальный номер. Сейчас я заиграю на вот этой вот дудочке и вот из этой корзинки выползет ядовитая кобра и всех вас, просто всех вас перекусает. А за что деньги платить? Как за что? За то, чтобы он не играл на дудочке. Пожалуйста, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо, сестра. Спасибо. 84-630, учебник математики для четвертого класса. Между прочим, моя мама мечтала, чтобы я стал ученым, математиком, но не довелось. Почему? Да я в детстве с девятого этажа упал. Что, убился? Нет. Но с тех пор я умею считать только до девяти. Причем в обратном порядке. Девять, восемь, семь. Прекратите, прекратите. Верунчик, кто там пришел? Это Тепа пришел. Степа пришел. О, Господи. Степа пришел. Вот так, профессор. Ай-яй-яй-яй-яй, Степан. Ну, как же нехорошо. Ну, сколько ж можно? Да, ну, я не буду. О! О, ты красиво. Телень вся, да? Профессор. Денег не дам. Профессор. Денег, Степан, решительно не дам. А Степан же, он же только за деньгами может быть, нет. А просто, как профессор к профессору, по-человечески. Нельзя? Нельзя, да? Профессор, проблема есть. Какая? Мой. Петруха. Ну, средний. И у меня Петруха. Какой Митя, Василий и Петруха. Средники. Так. Задачу решить не может. Полный дебил. Задачу не может решить? А там жизненная задача. Ну, давайте решим задачу. Давайте. 46. 46. 50 раз по 46. Ну, 50 умножить на 46. Это мы не учили. 50 умножить на 46. Я думал, может, калькулятор что-то. Да, если есть, есть калькулятор. Да, 46, осторожно, Степан. 46 умножить на 50. Получается 2 300. Ну, это точно. Ну, Степан, ну, конечно, наука, математика. Ну, как это точно? Конечно, точно. Я профессор. Профессор. Давай, давай, давай. Иди, иди, иди. Петруша. Все нормально, сыночек. Ровно 2 300. Профессор сказал, что на бутылку хватит. 30, 30, 70. Что это за койка? Где, вот эта? Да. А, это уникальная вещь. Это кровать французских корней. На ней спали рядовик 14, рядовик 15, рядовик 16. Ничего себе. Я думал, такие люди. Уж могли себе как-нибудь позволить спать отдельно. Ход жизни. Жизнь замечательных людей. Россия. Век 17. Кузница братьев Демидовых. Здесь, родоначальником знаменитой династии Иваном, был раскрыт величайший секрет. Ну, брат, день у нас сегодня с тобой особенный. У нас каждый день особенный. Что за лица такой? Э-э-э, сегодня я узнаю, в чем секрет дамасской стали. Что за сталь-то такая? Что за секрет-то? А сталь-то, брат, самая, что ни на есть, лучшая в мире. И секрет ее одни арабы знают. Ну да ничего, и мы русские не лыком шиты. Так-ка! Ну-ка, подготовь этот фрутик. Э-э! Э-э-э! Э-э-э! Э-э-э-э! А? Держи, брат! Да нет, не гудится. Да не, остыл уже. А вон тот возьми. Возьму я этот. Эх, брат. Хорош, пруточек. Хорош, пруточек. Ну, басурманская твоя рожа. Так как вы дамасскую сталь делаете? И... Так был раскрыт секрет дамасской стали. Реклама Хорошо. Да. Ричард, моя хотела спросить тебя. Да? А? Что это у тебя такое? Это? Это... Это крокодил укусил. Ох... А что это такое? Это... Это... Это кокос упал. Ричард, а... А что это у тебя на спине? Это... 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 А другой короткий? Нет, другой толстый. Наша служба и опасна, и трудна, И на первый взгляд как будто не видна, На второй и третий тоже не видна, Ни с боков, ни сзади. На четвертый абсолютно не видна, И на пятый совершенно не видна, Значит, Мы в засаде. Где это? Где первый? Первый номер где? Да вот, вот. А, вода, да. Жидкость для снятия жажды. Да, между прочим, богато витаминами и железом. Угу. Только витамины все внутри. А железо снаружи тебе. Спонсор программы Городок Компания Браво. Так, 31 187. Вот она. Что такое? Что это валяется за картина здесь? Что это, Эрмитаж? Нет, я пробовал стопочку сложить, А эта длинная, А она не помещается. Ну и распилить ее к чертой мать. Ну нельзя, это же триптик. Ну и что? Ну как триптик, три картины вместе. Ну и будет три картины отдельно, Большое дело. Что это такое? Ну нельзя, это к Олимпиаде в Японии написано. Художник кто? Художник чего-чегося? Название. Название значит мадам Матерфляй, мадам вольным стилем и мадам на спине. Фу, авангардизм. Ну да. А что-то реализм есть какой-то здесь? Ну вот классика. Вот красота. Да. Ау. Ау. Дорогие товарищи, Товарищи Горгадзе, от всего сердца, от всего сердца, поздравил. Что? Я хотел. Где же он? Поздравляю. Что на кое? Где этот Горгадзе? Поздравляю. Что на кое? А где Горгадзе? А, вот ты. Горгадзе? Так точно. Поздравляю. Художник Тремор. Награда нашла героя. Бутылка водки за рулем является украшением нашего бюро находок. Мы купили самую обыкновенную водку крепостью 40 градусов и наклеили на нее этикетку не существующей пока в природе безалкогольной водки. Итак, одна и та же водка, один и тот же вкус, одна и та же крепость. Только наклейки разные. Мы нальем вам рюмашку нормальной водки, а потом вот этой. Мне важно очень сравнить. Понимаете? Мы делаем... О, молодец. Мы делаем эксперимент. Вот мы сейчас это делаем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так. А теперь, знаете... Дилис Стоянов в русской народной передаче... КОНЕЦ 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 Какие ощущения? Там мягче. Там мягче. Я нос сегодня чесался. Давайте начнем. Давайте. Не чесался, не надумай. Где же выпить? Бог даёт. Ой, ну-ка. Будем здоровы. Здрасте, господа. Ну что? Ну что написали? Да, тут вот написано. Вопросы. Да или нет. Крестик можно поставить, минус можно поставить. Ваше приложение. Всё опробовать. Здесь это... Я просто в семи стаканов всё тут на бабу лезю. Нет денег. Поэтому Бог, я знаю. Ну да, да. Какая запроска. Да, просто там внутри. Угу. Тут вопрос делал Бог. Как вас звать? Борис Николаевич. Это судьба, Борис Николаевич. Вам 70 лет? А не Дашь. Да, судьба бывает. Я верю. Не переживай. Здесь мы пьёшь. Видите, у нас. Я... Березинственная. 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 Привычка-то остается все равно у человека. Он шлепнет с утра и хорошо, доволен. Чтобы оценили вашу водку, она великолепная, честная. И она и по крепости, и по запаху, и по вкусу она какая-то такая особенная. Привычка хороший? Именно на выдержку будет ли это по башарабану? Не должно. Почему? А почему? Я вот, ну, черт. Ладно. Значит, это безалкогольное, а вдруг я пьеде. Вы окончили? Инвентаризацию. А я вот сейчас о будущем подумал. Вот станут они наше время изучать. До нашего берона ходок докопаются. Интересно, что они о нас подумают? Да знаю я, что они подумают. Они подумают, хорошо, что мы не жили в это время. А почему? Мы ничего не потеряли.